Привет, Гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин снова упал с 62 тысяч на 58 на тех новостях, что что-то загорелось на Запорожской атомной станции. И в итоге биткоин провалился на 58. Посетителей на моем сайте уже 46 700 человек. Капитализация крипторынка 2,15 триллиона. В моем телеграм-чате трейдеры что-то обсуждают. Индекс страха и жадности в зоне страха пока что. 39. Ставка финансирования негативная. Это невероятно. Биткоин стоит 58 700 долларов. За последние несколько часов было падение. Вот биткоин поднимался на 62 тысячи, а затем там вышла новость, что что-то горит на атомной станции. И биткоин упал с 62 тысяч на 58. В этом видео сделаем теханализ биткоина, также сделаем теханализ эфира и почитаем комментарии. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем рынки. Доджкоин минус 4,3%. Рынок падает на этих новостях про атомную станцию. MCRT минус 0,2%. Эфириум минус 2%. Общая капитализация минус 3,4%. BNB минус 3,6%. Доджкоин минус 4,3%. Юни минус 4,4%. Покет, Солана, Ворлдкоин минус 7-8%. Падение. Открываем теперь биткоин. Начинаем с недельного или месячного, как обычно. Закрывается недельная свеча. Буквально через 5 минут уже. И что это за свеча-то у нас на графике? Это свеча-молот. Что такое свеча-молот? Рассказываю. Когда цена идет вниз и отскакивает. И закрывается примерно там же, где и открылась неделя. И это похоже на молоток. Поэтому мы видим, что сформировалась свеча-молот на биткоине. По неделе. 5 минут осталось. Это бычья свеча. И также смотрим на торговые объемы. На этой неделе были самые крупные торговые объемы. Четвертые по величине торговые объемы за всю историю. Больше торговые объемы были только на крахе FTX в 22-м году. Там было 2,7 миллиона биткоинов. На самом дне крипторынка. 2,26 миллиона было проторговано. И в марте 23-го года. На начале буллрана. 2,2 миллиона биткоинов. А на этой неделе. Четвертые по величине объемы. 1,459 миллиона. Один из самых высоких показателей. Криптогуробот все еще держит сигнал на покупку, который он дал в феврале прошлого года. Когда биткоин стоил 20 тысяч, не перевернулся в продажу. Биткоин индикатор-бот дал сигнал на продажу и пока что не перевернулся в покупку. Этих ботов нужно использовать в комбинации с другими индикаторами. Стахастик направлен вверх. И огромные торговые объемы. Объемы предсказывают цену. Как я всегда говорю. Переходим на 4 часа. А, извините, на дневной переходим. Стахастик направлен вниз. Это были выходные. А на выходных торговые объемы меньше. Объемы были меньше, и кто-то снова воспользовался тем, чтобы пролить рынок. Биткоин в импульсе. В третьей волне лета. Это самый большой импульс. И вчера я давал торговую идею зайти в биткоин. Зайти на 58.48. Биткоин опускался на 58.268. Так что пока не сработала торговая идея. На 58.048. Там не хватило, можно сказать, 200 долларов примерно. Минимум был на 58.264. Переключимся теперь на 4-х часовой. Здесь тоже биткоин идет вниз. Хорошее было восстановление. Но я бы, пожалуй, оставил эту торговую идею. Зайти на 57.700. Стоп лосс на 56.953. И тейк профит на 105 тысяч долларов. Я ожидаю, что ниже биткоин уже не пойдет. Потому что выходные закончились. Это на выходных обычно атакуют биткоин. Когда не торгуются ETF. Но когда ETF возвращаются, то возвращаются и покупки. В общем, такую сделку можно открыть на биткоине. Цена входа 57.716. Риск 762 доллара. Заработать можно 47.300. Это в расчете на один биткоин без плеча. Сейчас я покажу свой торговый аккаунт на полмиллиона долларов. Но сначала напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На BABID регистрируйтесь. Получайте бонус до 60 тысяч долларов. 2. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь теханализу. Если вы торгуете как-то неправильно, открываете, что попало, не ставите стоп-лоссы, или вообще ни хрена не знаете, что это такое, то проходите мои курсы по криптотрейдингу. И затем присоединяйтесь к моему телеграмму. На моем торговом аккаунте BABID 577 тысяч долларов. На этой неделе было минимум 530 тысяч, максимум 612. Потом 599, ну и теперь 577. То есть получается за вчера минус двадцатка. Большая часть моего портфолио сейчас это на самом деле биткоин. Я держу Юни на 11%, USDT 28, и почти на 30% у меня биткоина. MCRT 13, Dogecoin 7%, WorldCoin 4, ETH3. Давайте теперь посмотрим на эфириум, и потом пройдемся по общей капитализации рынка. И почитаем комментарии. Так, эфириум опустился на 2500. Давайте тоже с недельки начнем. Закрыло по стоп-лоссу? Или нет, не закрыло. Подождите, это вообще не активировалась пока что торговая идея. Я поставил на 2300. Получается, что эфир не упал так сильно. Нападение биткоина. Был на 2700, опустился на 2500. 150-200 долларов, когда биткоин упал на 4%. Интересно. Очень интересно. Показывает силу эфира. Что на недельном? Давайте уберем эти старые линии, и это у нас получается новая волна эллиота. Эфир у нас в... В чем он там вообще? Что же это такое? Эй, бим, сим, коррекция, первая волна. В общем, я бы сказал, что мы начинаем первый импульс после этого падения. Первый импульс в волнах эллиота на эфире. От этого минимума сопротивления. Первый импульс. Следующий импульс сопротивления. И там выходим дальше вверх. Ну, уже куда пройдем там, надо будет смотреть по ситуации. Вот такие волны эллиота на эфире. Пока что примерно сопротивления на 2,800 развернулись, опустились на 2,5. Дальше зашли в следующий импульс, и дальше, скорее всего, вот так будет. Какие-то плохие новости. И зайдем в боковик на несколько месяцев. Возможно, выборы там в США тоже как-то повлияют. Разобрались с эфиром, и теперь давайте общую капитализацию рынка. 2 триллиона долларов это сравнительно низкая капитализация. Если сравниться с капитализацией фондового рынка, там 100 триллионов долларов, а здесь 2 триллиона. Ох, ни хрена себе. Давайте я старое-то все поубираю, потому что уже не актуально. Те старые волны эллиота. Теперь уже как-то прояснилась картина. Смотрим. Коррекция ABC тоже уже закончилась. Уберем. И теперь мы в новых волнах эллиота. В первом импульсе мы. Стохастик направлен вверх. Давайте на месячном еще проверим. А здесь мы видим огромную чашку с ручкой на капитализации. Чашка, и вот ручка. И цель там получается 4 триллиона долларов. А это вообще отсюда или нет? Давайте посмотрим. Много признаков бычки на общей капитализации. Альткоины перепроданы. Они уже почти не падают. На падение биткоина. Да, да, все правильно. Это отсюда. Да, получается цель 3,7 триллиона долларов по общей капитализации. А теперь давайте почитаем комментарии. От вчерашнего видео. Что ожидать, если я присоединюсь? Вы пройдете уроки по криптотрейдингу. Это если курсы. А в Телеграме будете торговать и общаться вместе с другими трейдерами. Джеймс, пожалуйста, выпускай больше видосов. Мне нравится за твоя энергия. И спасибо тебе за те знания, которыми ты с нами делишься. Ты настоящий гуру. Спасибо за такой комментарий. Сделайте их анализ сейпы ДИО и ДИЭКС. Но это уже не сегодня. Вчера они попытались снова уронить рынок, но у них почти ничего не получилось. Ночью биткоин все-таки отреагировал на новость о пожаре на атомной станции. Проверь, смертельный крест. Скользящие средние 50 и 200 на биткоине в районе 28 тысяч, когда он через месяц перешел в золотой крест. И мы увидели параболическое движение биткоина от 28 к 70. Я думаю, что падение закончится в сентябре и дальше снова параболическое движение. Я тоже думаю, что биткоин будет расти. Потому что рынок все-таки сильный, даже несмотря на такие падения. Джеймс, для того, чтобы биткоин упал на 58, нам снова нужен какой-то фад. Да, нужен, и мы его получили. Про атомную станцию. И биткоин упал на 58. И я бы хотел увидеть биткоин на 250 тысяч, но когда-нибудь мы туда и придем. Привет, Джеймс, ты криптоволшебник. Посмотри, пожалуйста, на бред. Но сегодня я уже не буду делать теханализ мемкоинов. А вообще, я бы мемкоины не покупал на этом рынке. Объясняю, запомните. Когда биткоин растет, альткоины падают. Когда биткоин падает, альткоины падают. Когда биткоин заходит в боковик, когда он стабилизируется, тогда начинается альтсезон. Сначала деньги пойдут в эфириум, потому что эфириум и ТФ. Потом они пойдут в альткоины, которые на сети эфира, потому что эфириум и ТФ. И затем уже будет бычий рынок остальных альткоинов. А вершина бычьего рынка случится в октябре 25-го года. Это 560 дней после халвинга. Такое уже два раза случалось в истории. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Эфириум посмотрели биткоин, общую капитализацию. На мой взгляд, все хорошо. Биткоин, если упал, то незначительно. В прошлый раз они тоже использовали выходные. Атаковали биткоин, и это было гораздо хуже. Обязательно оставляйте комментарии, пишите, какую монету мне проанализировать, думайте позитивно. Если вы будете сидеть целый день и думать, что пойдет не так, моя жизнь полная говно и так далее, то у вас так говно и будет. А если вы будете думать, почему я такой счастливчик, почему у меня все хорошо, за что мне такое счастье вообще, почему я такой богатый, тогда к вам придет все позитивное. Всем хорошего дня, следите за своими мыслями, и увидимся с вами завтра.